константин зож и альтернативные продукты вот насколько это сейчас история ашана и сложно ли было переломить сознание покупателя который все-таки привык за эти годы ашан считать но несколько другим магазинам вот далеким от этих двух понятий да действительно возможно ашан не ассоциировался в предыдущие годы с категории зож вот но тем не менее это же не история ашан это история рынка и ашана как многие другие игроки находятся на рынке мы не можем сейчас не следовать этим трендам и естественно все что связано со здоровым питанием и с альтернативными продуктами особенно теме которые необходимы для наших потребителей соблюдающих вегетарианский образ жизни эта история уже становится трендовой вот и более того она уже прошла несколько стадий эволюции а что именно сейчас хотят видеть покупатели как вы на эти запросы реагируете мы считаем что покупатели хотят видеть прежде всего ценность продукта именно с точки зрения здоровья и они хотят естественно получить доступный товар то есть если на первых стадиях развития этой категории мы говорили о том что это какая-то такая маркетинговая что ли технология продать продукт по более дорогой цене потребителю сказав что он помогает его здоровье не содержит чего-то вредного вот теперь потребитель в принципе начинает разбираться он видит конкурентное предложение от многих производителей и таким образом мы просто окунаемся в эту реальность когда есть довольно большой уже выбор продуктов со здоровым составом так сказать или имеющим так сказать направленность на потребление определенных групп людей там по убеждениям даже вот и в этой реальности мы как бы вынуждены наверно находить лучшее предложение и давать потребителю то что он может себе позволить независимо от своего кошелька а вот если так конкретно по продукту это что это не мясо не молоко условно или там это какие-то допустим не знаю новые новый хлеб с какими-то более фермерскими рецептами условно говоря любой проект здорового питания у любого ритейлера начинается с такой обширной дискуссии что же мы понимаем под термином здоровое питание или зож как многие называют вот у нас эта дискуссия тоже состоялась мы не исключение вот мы определили для себя на первом этапе как минимум то что это будут там товары без глютена это будут фруктовые батончики это довольно обширная категория это естественно злаковые различные полезный перекус завтраки и так далее и мы отдельно у себя выделили холодильники с альтернативными продуктами такими как допустим колбасы для вегетарианцев и сыры у нас есть много сейчас из каю сыров так сказать не из молока и есть отдельный блок очень большой вот мы считаемся одним из лидеров сейчас на рынке по органической продукции сертифицирован как вы покупателя обучаете ли мышь неправильное слово как вы развиваете эти категории чтобы люди знали что это у вас есть как-то продвигаете отдельно в каталогах своих там или где-то еще да ну принципиально я считаю что здесь весь российский ритейл работает на развитие категории просто предлагая этот товар грубо говоря вы развиваете когда вы позволяете этому товару находиться в магазине и так сказать вы его презентуете в расширенном виде с другой стороны мы конечно планируем и в принципе занимаемся этим уже потихоньку не не наверное не так активно как некоторые другие наши коллеги по ритейлу и вот но мы занимаемся ее digital поддержкой информационной этого канала вы здесь в рамках недели российского ритейла выступали с кейсом про осознанное потребление вот осознанное потребление и как компания в это направление сейчас работает ну здесь для нас это отдельная совершенная история как для международного игрока крупного международного игрока все-таки ашан позиционируется в двадцатке крупнейших мировых ритейлеров и у нас есть определенная программа которая возможно до нас дошла раньше чем до других игроков в силу там наличие наши штаб-квартиры в европейских странах особая программа по так называемой ESG системе это все что сейчас уходит в емкое слово sustainable английское да или устойчивое развитие и в этой части у нас есть три базовых направления первое это сокращение использования пластика это сокращение выхлопа парниковых газов и третье это все что касается здоровья населения и осознанного потребления так сказать нашими клиентами качественной и здоровой пищи и естественно борьба с в этом же пункте я бы давал это борьба с расточительным потреблением но вот про сокращение пластика если говорить как производитель в том числе стм а вы как-то это у себя уже вот это притворяете в жизни сколько все сложно это это вот требование времени или пока получается на опережение такая подготовка базы что все-таки пока это может быть дорого вот именно делать так как надо да вы знаете все все очень просто то есть начать с конца требование ли это времени или это какая-то практика вы знаете на сегодня это уже абсолютно практически скажем тренд потому что даже уже несколько недель назад вы услышали и герман греф сбербанк сообщил собственно какие они готовят программы по поддержке финансирование тех компаний которые вовлечены в так сказать работу с принципами и sg и этот тренд который дошел до нас сейчас в некоторых зарубежных государствах он уже давно развивался и здесь можно сказать что это вполне конкретные так сказать механизмы воздействия даже на производителей например в части привлечения финансирования что касается стм да у нас есть цели определенные до 2022 года по всем трем пунктам которые я назвал ранее частности есть цель по сокращению использования пластиковой упаковки настолько насколько это возможно и цели по энергосбережению и естественно по развитию проектов здорового питания как таковых это можно сказать какими-то основными фокусами развития сейчас да для нас это один из основных фокусов развития он определен даже в нашей стратегии глобальной и вы можете видеть информацию об этом в годовом отчете группы ашана в целом мире что помимо этого вот касаемо вашей зоны ответственности сейчас будет ближайшее время находиться также фокусе вот ну вашей работы в том числе и работа компании глобальном плане ну фокусе работы компании сейчас это помимо развития данной категории в целом увеличение трафика и работы с ассортиментом и с ценообразованием поэтому мы в принципе работаем сейчас по всем направлениям которые так или иначе заслуживают внимания профессионалов ритейла вот но естественно у нас есть какие-то базовые категории которые мы там хотим развивать вот и категория здорового питания она является одной из них более того мы вместе с развитием в принципе категории здорового питания работаем и по пришедшему к нам из нашего международного опыта проекта по развитию стратегического партнерства с нашими производителями особенно имеющими производства в а пока и мы готовы с такими партнерами прослеживает цепочку их производства идти в долгосрочное сотрудничество что-то вы сейчас для себя ищите в плане вот производители новых партнеров то есть чего бы может быть вам не хватало как раз точки зрения например вот альтернативной продукции зожа мы постоянном поиске находимся как партнеров вот по той программе о которой я сказал так и в части новых продуктов здорового питания потому что эту отрасль активно развивается сегодня отрадно видеть что очень много есть небольших стартапов молодых которые предоставляют там не если не целой линейки товаров то хотя бы какие-то довольно яркие продукты которые могут нас заинтересовать и как я сказал постоянно происходит эволюция этого производства растет конкуренция и категория меняется и подходы потребителей тоже меняются поэтому для нас в общем это непрекращающий процесс мы в постоянном поиске а кто по вашему можете так можно сказать законодатель вот условной моды то есть вот у нас сейчас рынке стран вот вы как международная компания развивается примерно одинаково в этом направлении или есть те кто прям уже конкретно вырвался вперед и вы может быть на них ориентируетесь вы имеете ввиду в россии я имею ввиду вообще глобально вот допустим если смотреть например вот вы как международная компания ваше есть магазина других странах то есть быть может кто-то уже настолько круто ты категорию сделал чтобы на них смотрят или сейчас все пробиваются в этот вот нащупывает пути и как-то пытается развивать вы знаете да вы знаете здесь один раз мои коллеги задали вопрос крупнейшей немецкой сети в части а есть ли у вас зожная колбаса вот на что они получили как бы ну первую удивленную реакцию во вторых сказали у нас вся колбаса зожна у нас нет ни зожной вот поэтому для нас наверное здесь ориентиром является в принципе европейские сети и но не только европейские которые с достаточной степенью заботы относятся к своим потребителям и я думаю это тоже тот эволюционный путь к на котором мы сейчас находимся вот и наша категория здорового питания она просто подхватывает этот тренд вообще я считаю что в этом смысле категория здорового питания или вот там отдел здорового питания все могут по-разному это позиционировать он имеет будущее так сказать в поглощение возможно всего торгового зала в магазине что по идее все категории стремятся к тому чтобы в будущем стать зожными эволюционирует потребитель у него появляются новые требования растет конкуренция производства и в этой части все категории должны стать вровень тому о чем я сказал по вот немецкой сети но учитывая как все развивается наверное это уже как-то не такая далекая перспектива скорее всего мне кажется что эта перспектива намного ближе чем принято считать ну поживем увидим поживем большое что вы к нам сегодня заглянули спасибо большое спасибо